Доброе утро или вечер, мои уважаемые и любимые посетители интернет-портала Тиньков.ком. Я продолжаю зачитывать эксклюзивно для вас эксклюзивные главы из моего романа, невыдуманного романа Олег Тиньков «Я такой, как все», которые на днях вы сможете купить именно на этом сайте. Итак, выдержка из главы номер 20. Часто меня в блоге спрашивают, если нет денег для бизнеса, то что же делать? Вот вам пример. Не говорю, что у вас эта операция пройдет, мне повезло. Ну, мне всегда по жизни везет. Но дело не только в везении. У меня был бренд. У меня был действительно бизнес. Был трек-рекорд, так называемый, то есть удачный опыт строительства и продажи двух бизнесов. Кстати, на кредитном комитете в «Зените», в банке «Зенит», Антон Большаков так и говорил. Человек только что продал бизнес Абрамовичу. Этот человек до этого продал бизнес другой. Он продает, строит, строит и продает. У меня нет сомнений в том, что он и в этот раз построит бизнес и продаст. Самое смешное, я действительно в 2005 году продал этот бизнес за 260 миллионов долларов. Получилась новая аксессория, о чем я расскажу позже. Даже сейчас, занимаясь банком Тинькофф кредитной системой, я одалживаю деньги на развитие. Бизнес во всем мире развивается на долговые средства. Все хотят занимать, потому что только за счет своих денег крупный бизнес не построит. Какая-то часть должна быть своих, но нужно обязательно одалживать. Когда я привлекаю сейчас кредиты для банка, многие приводят аргументы, что я купил и продал несколько бизнесов. Пытаются защитить, мол, у него все хорошо получается и помогают мне деньгами, и мы занимаем. Но все равно обычно сидят бюрократы, как правило, они толстые, в очках, в неправильно пошитых, зачастую английских костюмах. А нормальный человек никогда не наденет английский костюм, а он наденет итальянский или на худой конец немецкий. Эти бюрократы говорят, нет, это все пирамида, это все отстой. Я буду счастлив, если хотя бы один из этих идиотов купит мою книжку и почитает ее. Может быть тогда ему что-нибудь станет понятно и обо мне, и о моих бизнесах. А скорее всего, следуя его жизненной логике, он окончательно убедится, что мне нельзя давать кредиты. Ну и хуй с ним, пусть он идет и засунет себе эти деньги в жопу, пусть сидит эта посредственность у себя дома и дрочит на канал Фэшн ТВ. Чиновник, середнячок, средняя личность, пидорас. Человек в шинели, Чахов тебя описал. И сдохни, потому что его двубортный и протертый костюм кто-то украдет от переживаний. Так что, ребята, мораль басни такова. Деньги доставать трудно, их никто просто так не дает. Даже у меня с моим трекрайдерцем это не очень всегда получается. Вот так-то.